Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня у нас полный обзор наших сортов винограда урожая 2020 года. Сеня. Здесь у нас две такие самые красивые. Я думаю, что килограмм они легко вытянут. В прошлом году, кстати, сигнальный урожай. Вот тоже были вот такие вот пару гроздей приблизительно такого размера. Вкус такой похож очень на конфетку леденцовую, очень приятную и тонкий-тонкий мускат, такой нежный. Он не яркий, он не выбивается, он чувствуется немножко в послевкусии, такой очень приятный. Иногда может встречаться такая тоненькая-тоненькая цитронная нотка, тоже в некоторых ягодках она неявная. Вот это все вместе сбалансированно создает целую гармонию вкуса у этого сорта. Что примечательно, хоть сорт и ранний, в наших условиях созревает в конце августа, вместе с тем может очень долго висеть на кусте и достаточно неплохо хранится. В 2020 году мы его сняли приблизительно в конце октября, еще недельки-две он у нас полежал, сохраняет все свои вкусовые качества. Единственное, ягодка может немножко заизюмливаться. В общем, для такого срока вполне нормально. Он не трескается, ягода не загнивает, несмотря на то, что здесь условия у него не очень. Кишмиш запорожский обычно выдает очень большие грозди. Он когда цветет, просто лопатой такие выбрасывает. Но этот год, к сожалению, не порадовал, опыление было плохое. И поэтому гроздочки получились не очень большие. Ягода средних размеров такая небольшая, но я бы не сказала, что сильно маленькая. Притом, на самом деле, может быть и больше. Что касается вкусовых качеств, приятный мармеладик. Очень такая хорошая гармония и сахара, и кислинки. Но ничего не выпирает, во вкусе все сбалансировано. Кроме того, из ягод данного сорта получается очень хороший и вкусный изюм. 14 сентября в этом году готов, в прошлом году готов был раньше. В конце лета его уже смело можно в условиях Минской области кушать. Если где-то чуть севернее, то немножко позже. В любом случае, этот сорт всегда успеет созреть и порадовать своими ягодками. Красавчик Алладин. Крупная ягода, но небольшая гроздь. Средний вес грозди где-то 400-500 грамм. Но при этом он может давать 4 грозди на ветке. В этом году мы оставили 2. Когда куст большой, взрослый и сильный, то, конечно, можно оставлять и больше. И получать с него очень хороший урожай. Вот смотрите, даже здесь покажу. Вот розовая гроздь одна. Вот вторая. И вот на этой же лозе третья. При этом, смотрите, лоза уже вызревшая. Сейчас у нас 14 сентября. Ягода уже полностью готова. Был бы хороший сезон, она была бы готова и раньше. Ягода сладкая. Ягода хрустящая. Ягода очень ароматная. В ней очень-очень приятный мускат. При этом ягода не трещит. Осы ее не едят. Даже в прошлом сезоне, когда ос у нас было невероятное множество, и осы ели. Все, кроме Алладина. Несмотря на то, что он очень-очень вкусный. Ну, Аркадия, наша любимая трудяшка. Какие бы ни были тяжелые годы, какие бы ни были природные катаклизмы, Аркадия всегда будет с урожаем. Конечно, в прошлом году мы снимали гроздь 1,6 кг. В этом чуть скромнее, но в любом случае, вот эта гроздь будет больше килограмма. В полном созревании Аркадия имеет легкий мускатный аромат, но часто люди не находят этот аромат. Почему? Сорт характерен тем, что у него очень рано уходит кислота. В конце августа кислоты уже нету, и поэтому кажется, что ягода созрела. Ее съедают, но в это время, да, кислота ушла, но аромат полностью ягодка еще не набрала. Ей надо повисеть. Висит на кустах очень хорошо, и даже в этом году, вот на 20 сентября, все полностью готово со всей своей полноценной ароматикой. Часто говорят, что Аркадия имеет проблемы с вызреванием лоз, но здесь все зависит от нагрузки. Аркадия сорт трудяшка. Вот какие грозди она может выдавать, может выдавать и больше, и, соответственно, если ее перегружать, то, конечно, и лоза будет созревать плоховато. Еще одна трудяшка. Лора тоже в этом году скромнее, но были проблемы с опылением. В прошлом году максимальная гроздь была 1,2 кг. В этом году, конечно, несколько мельче. Может очень долго висеть на кусте. Ягода хорошо хранится. Единственное, что если мы закладываем на хранение, то вот приблизительно в таком вот состоянии желтой ягоды уже надо это делать, потому что когда перебирает сахар, храниться будет немножко хуже. То есть срезать надо чуть раньше. По урожайности тоже прошлый год порядка 35 кг мы с куста сняли. По состоянию на 20 сентября уже полностью готова. Ягода хорошая, сладкая. В прошлом году была готова. Раньше. Русвен янтарный. Кустик молодой. Это его второе плодоношение. Но, к сожалению, видите, грозди не совсем красивые. Плохо опылились ввиду неважных погодных условий. По цвету переход ягоды от такого молочно-белого, не просто так назвали его, янтарный переход в такой красивый янтарный цвет. Ягода сладкая, без кислинки, но при этом она не приторная, очень приятная на вкус. Вот здесь ягодки такие покрасивее, покрупнее. Вот по сравнению с моей рукой. То есть, в принципе, может давать вполне хороший и достойный урожай. На конец августа готов. В прошлом году он был готов еще раньше. 22 августа в прошлом году мы его съели. А вот русвин янтарный на 14 сентября. Смотрите, мелкие ягодки. Они стали такие вот янтарного цвета. Очень хорошо висит. Не трескается, никто его не кушает. Вот, кроме нас, хорошо на кустах сохраняется. И со временем, если изначально он был просто сладкий, со временем он приобретает такой приятный фруктовый аромат. Но, конечно, у каждого свои ассоциации с ним. У меня, наверное, немножко такое близко, может быть, к желтой спелой сливе. И он очень сладкий, но сладость, она мягкая, она приятная, она не приторная. Интрига, они большие, крупные. Красивые грозди, хорошая крупная ягода, всегда хорошо опыляется. Особенность. У интриги ранней кислота уходит резко и достаточно поздно. Поэтому кажется, что вот она висит-висит, не зреет ягода кислая, потом раз, буквально в один день кислота ушла, и ягода приобретает очень приятный вкус сладкой, спелой вишни. Со временем, когда еще немножко повисит, этот вкус трансформируется в такую желтую медовую сливу. Очень-очень приятную и очень такой характерный вкус для этого сорта. Хорошо висит на кусте, хорошо сохраняется ягода. На 20 сентября практически готова. Еще буквально пару дней, можно вообще полностью снимать, но можно дать повисеть, если пока что у нас есть еще что покушать. Хорошо вызревает лоза. Супер экстра. Здесь она висит вместе с Аркадией. Вот это длинные гроздь здесь супер экстра. Большая крупная ягода, конечно, этот год тоже нас немножечко подвел. И по срокам созревания, и по кондиции гроздей они могут быть гораздо больше. Но куст молодой, на самом деле, второе его плодоношение. Плюс погодные условия, ему все простительно. В прошлом году, 22 августа, он уже был готов. В этом году, на конец августа, ну, буквально пару дней еще повисеть, и уже можно съесть. Хотя, на самом деле, в принципе, уже можно съесть. Приятный мускатный аромат, чуть-чуть можно было бы дотянуть сахарку. В памяти учителя сигналка, первое плодоношение, красивая крупная ягода, гроздочка мелковата, она может где-то в среднем до килограмма набирать. По срокам созревания сорт ранний, у нас должен быть в начале сентября, но с учетом первого плодоношения, с учетом сложной весны, вот еще чуть-чуть ему надо повисеть. Очень приятная хрустящая ягода, гармоничного вкуса. Ну, я бы сказала, что там есть какой-то легкий аромат, но, конечно, когда она полностью дозреет, это будет чувствоваться лучше. Пока что это такой, просто очень приятная хрустящая ягода. Армани, сигналки, первое плодоношение, достаточно хорошее опыление прошло, крупная ягода, да, гроздочки скромноваты, могут достигать и полутора килограмм, но для этого кустику надо, конечно же, набрать свои силы. По срокам созревания первой половины сентября, что касается вкусовых качеств, ягода очень хрустящая, приятная гармония сладостей и кислинки, и потом остается такое приятное, карамельное послевкусие. Хотя во многих описаниях можно встретить, что первые годы Армании по вкусу может быть не очень, по внешнему виду ему надо время, чтобы разогнаться. Но, честно говоря, даже в первое плодоношение ничуть не разочаровала, скорее даже преподнес приятный сюрприз, зная вот это описание, потому что и внешний вид хороший, и вкус тоже хороший. Донские зори. Кустик молодой, поэтому урожай пока что скромный. Ну, очень такая красивая ягода, красиво светится на солнце. На самом деле гроздей в среднем у нее должны быть грамм 700, но у нас чуть скромновато, ничего дотянет. Сейчас на 20 сентября практически готово. Можно немножко еще недельку, как у, повисеть при хорошей погоде. В норме будет полностью готов на второй неделе сентября. Что касается вкусовых качеств, ягода очень хрустящая, при этом в описании везде фигурирует гармоничный вкус. Никакой не гармоничный, не он, конечно, гармоничный, но тут явно выраженный мускат присутствует. Очень такая приятная кислинка, возможно, она потом будет уходить, но сейчас вот все уже при нем. И сахар, и легенькая такая вот кислинка, типа как в леденце барбариске, и хороший мускатик. Красотка. В этом году слабоватый кустик, но на удивление очень хорошо опылилась. И хоть гроздочки мелкие, но зато ягодки здесь одна в одну. Такой красивый переход цвета от розового к темному. Красотку часто ругают за то, что она трещит. Но, как видите, здесь ни одна ягода не треснула, ни одну ягоду я не убрала. Если не хотите, чтобы был треск, о кусте надо немножко позаботиться. И тогда таких проблем особо возникать и не будет. Вкус у красотки очень яркий и запоминающийся. Я бы сказала, что с какими-то нотками чернослива. Очень насыщенный, очень яркий. В норме она созревает конец августа, начало сентября. Она уже должна быть готова. Байконур. Первый сигнальный урожай. Смотрите, очень большие ягоды, очень крупные такие, удлиненные. И достаточно большая гроздь. Хотя, конечно, я думаю, что она где-то полкилограмма будет. Может и до килограмма дотягивать. Вот такие гроздочки. Характерно то, что могут в грозде ягоды окрашиваться неравномерно. Сорт ранний в норме должен созревать. У нас начало сентября. Вот эта сигналочка на 20 сентября. Практически готова. Очень приятный, хрустящий, гармоничный вкус. Лоза вызревает хорошо. Ягода Байконура хорошо хранится. Вот эта гроздь у нас пролежала просто на веранде. Полтора месяца. При этом ягода сохранила и свой внешний вид, и вкусовые качества. Мария Магдалена. Кусту, второй год. Первый сигнальный урожай. Такие очень красивые розовые ягодки. Да, еще немножко не готова. Кстати, кислота уже ушла. Ягода уже сладкая, очень хрустящая. Но ароматики должна еще не набрала. Но при его возрасте это вполне простительно. При этом, заметьте, второй год кусту. Он под урожаем. И смотрим, что с лозой. А лоза уже вызрела почти на 2 метра. Виктория. Кустик слаборослый. Но при этом выдают достаточно хорошие грозди. 500-700 грамм. Это для нее вполне хорошо. Виктория имеет женский тип цветка. Но при этом у нас ни разу, ни один год никогда не было проблем с ее опылением. Всегда хорошие полноценные грозди. Часто бывает, что Викторию ругают за треск. Но на самом деле, если немножко поработать с увлажнением почвы в определенный период, то никаких проблем не возникает. Вот в этом году знаю, что много чего у кого трещало. Ну, как бы так показать. Гроздочку со всех сторон. Абсолютно целая. Единственная проблема на соседние грозди. Вот там напали... Плохо видно из-за листьев. Вот там напали птицы. Поклевали теперь предители пчелы. Каждый год какие-то неудачи. То осы прилетают. В этом году вот птичке им понравилось. Что касается вкуса и сроков созревания. Сроки созревания в норме у нее где-то первая-вторая неделя сентября. Она полностью готова. Может хорошо и долго висеть на кусте. Конечно, если не будут идти проливные дожди. Мякоть хрустящая и очень-очень нежный мускат. Вот вкус у нее просто потрясающий. Из всех мускатных сортов они все хорошие. Они все вкусные. Но Виктория это самый вкусный и самый тонкий аромат. Сенатор Павловского вот такая красотулька. В описании часто фигурирует, что цвет у него достаточно страшненький. Ну, я бы не сказала. Цвет на самом деле очень красивый. Такой вишневый. По срокам созревания у нас сегодня 6 октября. Буквально капельку. Хотя вот видно немножко, да, что ягодки чуть-чуть отличающегося цвета. Ну, даже эти светлые уже вкусные. Темные вообще вкусные. Поздно уходит кислота. Вот что для него характерно. Кислота поздно уходит. Но как только она уйдет, невероятный мускат. Ну, сложно даже сравнить с другими. Да, это мускатный аромат. Но он какой-то такой, ну, настолько вкусный, настолько яркий, настолько приятный. Очень долго в послевкусии остается. Ягода очень сочная. И вот как только кислота ушла, все, приятная гармония. Ну, конечно, чуть-чуть она остается, но именно приятная. Такая кислиночка, то есть он не приторный. Вот это гармония сахара и кислоты. 130 дней. Вот начало октября готов. У нас в открытом грунте. Но опять же, списываем на этот год, что у нас достаточно сильная задержка по созреванию. Причем, смотрите, вот то, что я вам показываю, в принципе, это теневая сторона. Здесь двуплоскостная шпалера. И там солнце не так уж часто и бывает. Но остальные грозди вот здесь есть немножко с солнечной стороны. Ну, тоже они в таком же состоянии, даже чуть-чуть больше подозревшие. Почему в мешочках очень птицы едят. Поэтому закрыли. Ну, то есть, в принципе, если в этом году все нормально созрело, то и в последующие должно тем более созревать. Зигиреба. Кустик молодой. Поэтому пока урожай достаточно скромный. Несколько вот таких вот гроздочек. Компактненьких, небольших. Ягодка средних размеров. Очень сладкая по вкусу. И очень насыщенный мускатный аромат. На сегодняшний день, на 20 сентября, сахар 19. В прошлом году он у нас уже был полностью готов. Где-то первой недели сентября. По болезням стандартной обработки. По вызреванию лозы. Вот лоза уже начинает вызревать. С учетом того, что кустик молоденький. Еще был ослаблен прошлыми осенними заморозками. Вполне хороший результат. Бордова. Небольшая гроздь. Но она дает и 2, и 3 грозди на ветке. Может быть даже 4. Не знаю. Куст молодой. В принципе нагрузить можно. В этом году запаздывает. На 20 сентября. Вот желтенькие ягодки 20. Сахара. Вот эти более крупные. Пока что 17. Но этот год мы не ровняем. На эти повреждения особо не обращаем внимания. Это птицы. Вот она по какой-то причине им понравилась. По вкусовым качествам это аромат тропических фруктов. Это аромат личи. Если вы никогда не пробовали личи, впрочем, как и я. Любой напиток в магазине с этим вкусом. Если вы попробуете, вы сразу поймете, о чем я говорю. Вот в этой ягоде именно такой характерный аромат. И поэтому она придется по вкусу всем, кто ее попробует. И не только, кто планирует использовать ее для виноделия. У моей дочки это любимый сорт. Самый вкусный. Красавица Лепсна. Очень люблю ее за этот яркий цвет. На солнце прям ягодки вот так вот просвечиваются. Кустик молодой. Это его всего лишь второе плодоношение. Вот там еще висят гроздья. Невероятно ароматная. Даже просто рядом с кустом ощущается вот этот аромат тропических фруктов. Да, где-то есть гроздочки такие скромноватые. Но есть вот и такие хорошие полноценные гроздья. Я думаю, что грамм по 300 они потянут. Вкус очень насыщенный и очень специфический. Когда говорят, что у нее есть изобольные нотки, я честно говоря с этим не соглашусь. Это больше ароматы тропических фруктов. Хороший сахар. Еще очень характерная черта Лепсны это терпкость. Она очень ярко ощущается в послевкусии. Пока что в виноделии я использовала ее только в смеси. Но я думаю, что и в моно она даст прекрасные, насыщенные, ароматные вина. Паланга еще один невероятно красивый, невероятно ароматный сорт. Яркие, очень фруктовые тона, яркие фруктовые ароматы. Хороший сахар на 23 сентября. Сахар 20 добрал. Буквально за последние пару дней ввиду хорошей теплой и солнечной погоды. В прошлом году было первое плодоношение. В прошлом году она созрела гораздо раньше. Вкус тропические фруктовые ароматы с очень долгим послевкус. Пусть чем-то может быть немножко похожа ароматом на лепсну. Но лепсна терпкая, там есть терпкость. Паланга в этом плане мягче. Реформ венгерский сорт в условиях Минской области созревает конец августа. Самое начало сентября. Ягода очень приятная, очень ароматная. Имеет легкие грушевые нотки. Много сока, много сахара. По урожайности дает 2 грозди на ветку. Иногда 3 средняя масса гроздей. Где-то 230-250 грамм. Грозди небольшие. Но в чем плюс? За счет того, что гроздь небольшая, куст тянет любую нагрузку. Урожай можно не нормировать. Таким образом уход за таким кустом будет минимальный. При этом, повторюсь, за счет небольших гроздей урожай вы получите всегда. При этом его можно использовать и как в виноделии, и просто для еды. Потому что ягода потрясающе вкусная. Придется по нраву. И что касается виноделия, набирает хороший уровень сахара. Выше 20. При этом дает очень приятное вино с легким грушевым ароматом в молодом состоянии. В дальнейшем при выдержке вот эти грушевые ароматы, они трансформируются в цветочные. При этом я всегда делаю этот сорт, несмотря на то, что он белый, по красному типу. Но вина из него получается потрясающая. В этом году я использовала реформ для приготовления шампанского классическим методом. В брюд-варианте. Конечно, мне не удалось его выдержать долго, ввиду того, что я торопилась. Да, мне хотелось поскорее оценить результат. Но скажу, что результат превзошел все мои ожидания. Получился великолепный напиток. Несмотря на то, что это брюд, нет избыточной кислоты. У напитка есть свежесть. Но при этом он мягкий, он очень приятный. Утоляющий жажду и грушевый аромат, который и в свежей ягоде присутствует, он присутствует и в шампанском. И реформ – это мой любимый сорт. Что бы я с ним ни делала в любом напитке, в любом варианте, он хорош. Хорош и в свежем виде, и свежий сок из него тоже очень вкусный. И на сегодняшний день у меня уже сидит несколько кустов этого сорта. Русский ранний – один из моих любимцев, трудяжек. Всегда дает хороший стабильный урожай. Грозди рыхлые, но за счет этого ягода никогда не трещит. Ягода никогда не загнивается. По заболеваниям устойчивость очень хорошая. Лозы вызревают всегда и прекрасно вызревают. Хорош, как в свежем виде, потому что ягода сладкая, ягода ароматная, с легкими фруктовыми нотками. Хорош и в виноделии, хорошая сокоотдача, хороший уровень сахара. На начало сентября сахар был 22, конец августа, начало сентября ягода полностью готова. Но при этом очень хорошо висит на кусте. И если надо подождать, например, еще кого-то, то вполне можно подождать. Чем хорош этот сорт, и когда я его рекомендую, если у вас есть какие-то кислотные сорта винограда, которые, может быть, не всегда могут созревать, не всегда могут вызревать, и вот эту кислотность надо как-то убирать, то русский ранний в этом случае палочка-выручалочка. Потому что у него как раз-таки кислоты мало, и он даст хорошее разбавление сусла в плане своего виноградного сахара, своей легкой ароматики. Ввиду своей неприхотливости, русский ранний прекрасный вариант для начинающих виноградарей, в том числе и в качестве столового винограда, особенно для северных регионов. Сленсон Ред, кусту третий год, красивые длинные такие грозди. В этом году немножко не очень опылился, но тем не менее грозди дотянули, и имеют вполне красивый вид. Вот по размеру на моей руке, такая длинная красивая гроздочка. В прошлом году на сигнальном плодоношении он созрел где-то вторая неделя сентября, в этом году на 20 сентября сахар 16, маловато пока, но дотянет. И повторю, что, конечно, этот год вообще не показатель. Обладает хорошей морозостойкостью, в описании, по-моему, минус 35 или даже минус 38. Ну, это характерно и для многих американцев, но надо понимать, что американская морозоустойчивость подразумевает стабильную морозную зиму. По вкусу приятный фруктовый аромат с легкими нотками земляники. Симоне, сорт прибалтийской селекции в условиях Минской области. У нас он созревает где-то первая неделя сентября. Сорт устойчивый ко всем болезням, абсолютно неприхотливый, тянет любую нагрузку, никаких нормировок грозями мы не проводим. По вкусу ягода очень сладкая, очень ароматная. И когда она так хорошо созревает, то даже стоя рядом с кустом чувствуется вот этот приятный виноградный аромат. Мякость слегка слизистая кожица снимается мешочком, но в кожице мало совсем кислоты. И поэтому нет таких вот каких-то неприятных ощущений. Ягоду можно и поесть, ягоду можно использовать и в виноделии, что, в общем-то, я и делаю. Даже при достаточно короткой выдержке на мезгию, приблизительно в течение пяти дней, вина из Симоне получается насыщенными по цвету. В том числе даже могут несколько закрашивать стеклянную посуду. При этом есть и ощутимые танины, аромат черных ягод, изобельные тона в вине практически неощутимы. И что важно, вина из Симоне не требует никакой регулировки кислотности, никаких разбавлений. Вино получается мягкое и бархатистое. Супага еще один сорт прибалсийской селекции. Имеет очень приятный сладкий вкус с фруктовыми нотками, мякоть слизистая, очень много сока. По срокам созревания в Минской области, это приблизительно вторая неделя сентября, когда она уже полностью готова. Сорт характерен тем, что зеленый цвет у нее и остается даже в полном созревании. По урожайности она дает две грозди на ветку, и средний вес каждой грозди порядка 400 грамм. Грозди рыхлые, поэтому они не трещат, не загниваются. Ядвига гайлюнаса, очень красивая ягода такая, прямо аж светится на солнце. Вот этому кусту всего лишь третий год. В прошлом году она нам дала несколько гроздей, но в этом можно сказать, конечно, еще не полноценный урожай, но вполне такой неплохой. Обладает приятным тонким ароматом, мякоть сочная, немножко слизистая, кожица тоненькая. Даже вокруг куста, когда ходишь, если яркий день, такой погожий, солнечный, то очень чувствуется приятный фруктовый аромат ягод. По вкусу, на самом деле, очень сложно описать, на что он похож, хотя в многих описаниях вы найдете, что лабрусковый аромат. Нет, лабрусковый аромат, если мы берем как эталон лабруске Изабелла, то все-таки здесь аромат совсем другой, другого характера. И в послевкусе это будет немножко такое медовое что-то. Вот если мы возьмем мед такой вот в магазине искусственный, вот такие нотки присутствуют в этом сорте. Зилга, сорт Труженик, сорт Пчелка, как бы я его назвала. В условиях Минской области она созревает приблизительно первая-вторая неделя сентября. Ну, в зависимости от того, в каких целях вы ее хотите использовать. Зилга сорт универсальный. Кушать, в принципе, можно начинать уже с начала сентября. Сахара там достаточно. Но остается небольшая кислинка в шкурке. Если мы хотим пустить ее на виноделие, то желательно подержать чуть побольше. Никаких нормировок урожаем не проводим. Может выдавать 4, а то и 5 гроздей на побег. При этом гроздь может быть и до 400 грамм. То есть можете посчитать нагрузку. И сейчас на этом кусте 51 побег. Она прекрасно тянет всю нагрузку, прекрасно тянет урожай. И снять с нее 30, а то 50 килограмм ягод более чем реально. Атаман крайного. Первое плодоношение. Не знаю по весу, но килограмма-полтора точно будет. А может быть и больше. Есть еще 2 гроздочки. Но они поменьше, поскромнее. Что касается окраски. В теплице из-за освещенности может немножечко не добрать. Может быть чуть более блеклая. Повторюсь, в зависимости от освещенности. Вот по цвету можно посмотреть и на второй грозди. Более мелкая. Она более окрашена. Сейчас конец августа. И ягоду уже можно есть. Несмотря на то, что на самом деле атоман крайного по срокам созревания 140 дней. Приятная хрустящая ягода. Очень хороший баланс с сахарой и легкой кислинки. И в послевкусии остается тонкий такой легкий аромат. Может быть цитрончика какого-то. Он совсем легкий, но очень-очень приятный и держится очень долго. Красавец фавор. Очень красивая ягода. Такая вот аж светится на солнышке. Сама гроздь, ну пусть не очень большая, может быть и больше. Ягода крупная. Видите, по сравнению с моим пальцем. Вот так он выглядит в конце августа. При этом, несмотря на то, что ему еще рано, ягода уже приятная на вкус. Ну, конечно, сахара еще надо немножечко набрать. Хаджимурат. В этом году, конечно, урожай гораздо слабее, чем в прошлом. Но это наша вина. В прошлом году мы его перегрузили. Перегрузили очень сильно. Но, тем не менее, имеем урожай в этом году. Размер ягод, посмотрите. Одну ягоду съешь, уже наешься. Грозди, да, в этом году небольшие. В прошлом 2,600. Самая большая была. При том, что это было его первое плодоношение. Вот на 3 октября ягода готова. Очень мясистая, очень сочная. И я долго думала, что же мне напоминает вкус этой ягоды. Это крыжовник. Вот вкус хаджимурата очень похож на хороший, такой сладкий, спелый крыжовник. Красавица Анюта. Самая поздняя из наших тепличных сортов. 140 дней. Вот такая вот очень красивая. Тоже в этом году могла бы быть лучше, если бы не погодные условия. Но ничего, кустик еще молодой. Вполне дотянет. Тем более, что в описании у Анюты стоит, что Анюта в классике должна плодоносить на четвертый год. Кустой четвертый год. Мы в прошлом году получили с нее немножечко урожая. Ну, в этом, в общем-то, тоже урожай есть. Вон, гроздачка побольше. Ну, конечно, это не весь ее потенциал. Может быть, она еще гораздо больше, чем характерно. Но очень рано уходит кислота, на самом деле. И уже в начале сентября теоретически ягоду можно есть. Конечно, она будет не супервкусная, не суперароматная. Она будет просто слегка сладенькая, без кислоты. Дальше со временем набирает окраску, набирает мускат. Сначала она такая вот молочно-желтая. Потом начинает розоветь, розоветь, розоветь. И к концу созревания уже становится вот такой и еще чуть темнее. И тогда начинает приобретать мускатные нотки. Красивые такие светящиеся грозди лучезарного в этом году. Немножечко плоховато опылились. Но это проблема года. Однако есть вот такие очень красивые грозди молочного цвета. Ягода хрустящая. Мякоть очень сочная. А ягода вот сама шкурка и возле шкурки, она такая хрустящая, прямо вот взрывающаяся этим соком. Сок сладкий, но не приторный, а такой очень приятный, очень гармоничный. 3 октября сегодня, ну на самом деле уже недели две, а то и три назад его можно было кушать. Но также он может долго висеть на кустах и ждать своего часа. Антони Великий. Вот такие большие красивенные грозди. Вот по сравнению с моей рукой, чтобы было уже так действительно видно. Я думаю, что, ну, больше килограмма. На 17 сентября он, в общем-то, готов. В этом году гораздо раньше, чем в прошлом. Сейчас уровень сахара 17. В прошлом году я его с уровнем сахара 18 снимала где-то в начале октября. То есть в этом году, несмотря на все природные катаклизмы, он созрел гораздо раньше. Невероятно вкусный, невероятно сочный. Такая приятная гармония сахара и кислинки. При этом прям вот он взрывается, кажется, во рту. Прекрасно подойдет для приготовления соков, потому что сокоотдача невероятная. Я его использую для виноделия. В прошлом году вставила вино, очень мне понравилось. Легкое, такое приятное. При винификации по красному способу. Но, в общем-то, виноград в столовой и для еды он просто потрясающий.